Что можно сделать, чтобы двигаться в одном направлении с Армель? Это что-то делать для Армель. Так вот, Олеся это человек, который для Армель делает очень много, и ее инструментами сегодня пользуются тысячи людей. В Ютубе, если вы первого колонна берете Армель Ютуб, кого вы увидите? Олесю Селезневу. Аплодисменты! Спасибо, друзья! Видите, со своим инструментом вышло, чтобы сегодня поделиться всем тем, что действительно меня привело к результату очень быстро. На самом деле, Володя затронул очень-очень важную основную тему, и я буквально хотела так вот немножечко подытожить и вам написать всего три цифры, которые вас сейчас заставят писать именно список из 20 человек в день. Хотите? Да! Здорово! Смотрите! Смотрите, запишем вот так. День, неделя и месяц. 20 контактов в день. Да? На самом деле есть два варианта. Первый вариант – сказать, что все, это бизнес не работает, он не для меня, ну, некому вообще рассказать. Кому нравится такая перспектива? Класс! Никто не хочет. Значит, вторая новость хорошая, что можно продолжать строить этот бизнес, только нужно овладеть несколькими навыками, да? Можно научиться брать рекомендации, это несложно, я вас сегодня научу. Можно работать холодными контактами. Знаю, что многие их не любят, не любила их я, я их очень боялась. Сегодня мне люди не верят. Они говорят, ну, конечно, у тебя же холодный контакт, у тебя же YouTube-канал. Когда были первые холодные контакты, были слезы, и, ну, было страшно. И третий момент – это нетворкинг. Вот такое интересное слово, с которого я хотела бы сегодня начать. Нетворкинг – это мы сегодня с вами поймем, как знакомиться с новыми людьми и освоим простые техники, которые приведут вас к результату. Хотите? Да! Отлично! Итак, что же такое нетворкинг? Это искусство заводить, поддерживать и развивать связи. Ну, на первый взгляд, очень легко, да? Назнакомиться мы все умеем. Нам нужно определиться в двух вещах. Где это делать и как это делать, да? И что с этим делать дальше. Я этот слайд неспроста начала с фразы, что бизнес – это не работы, а образ и стиль жизни. Вот на самом деле сегодня я не воспринимаю «Армель» как свою работу. Вот для кого «Армель» – это работа? Есть такие в студии? В зале? Нету. Потому что на самом деле то, что делаешь, и тебе приносит это результат, и как следствие, да, удовлетворение, это я уже считаю образом и стилем жизни. И сейчас на простых примерах я вам покажу, как это делаю я, что привело меня к успеху. Вы можете это делать, можете что-то свое изобрести, но это работает на 100%. Больше того скажу, в нашей семье это могут даже дети. То есть сегодня у нас встает такая борьба между, у нас два мальчика, они всегда дерутся, кто пойдет мамину визитку отдать. То есть, понимаете, если это могут дети, вот некоторым вещам нам надо учить своих детей. Они не думают, что о них подумают, что скажут. Он просто хочет подарить визитку, да, или там сказать что-то. И сегодня у нас иногда есть такое правило в семье, мы долго к этому шли, один день в неделю сделать выходным. На самом деле было очень тяжело, потому что если мы не отключаем телефон, выходного дня не получается. И вот так как мы очень много работаем, да, воскресенье это день семьи, когда мы берем детей, мы говорим, вот что хотите, то и делайте, пойдем там на машинках кататься, еще что-то. И получается так, что мне сын подсказывает, говорит, мама, дай эту тетю визитку там, или... То есть это уже само собой разумеющееся, да. И это же классно, когда наши дети начинают учиться тому, что в жизни им пригодится, и они не будут там какими-то затюканными мальчиками, да, они могут спокойно, коммунитабельно общаться. Потому что на самом деле разные комментарии пишут, да, и под видео, и под постами. Вячеслав сегодня об этом сказал, что, возможно, даже мог бизнес и не начаться, да, когда на меня накинулась волна вот этой негатива, и кто-то сегодня говорит, вон, издеваетесь над детьми, заставляете их работать, там, духи чуть ли не продавать, вообще не заставляем. А они видят, что это делают мама с папой, и они это берут за закономерность. То есть мы модель, да, для своих детей. И я считаю, что нет ничего плохого в том, что, допустим, мой ребенок там спел песню экспромтом про Армель, да. Кому-то она понравилась, кому-то не понравилась, но благодаря компании, тому инструменту, чему мы обучаемся, наши дети могут сегодня ездить там на спортивные соревнования, и мы можем поехать с ними. И несмотря на то, что ребенку у нас 7 лет, он имеет там второй юношеский разряд по настольному теннису. Благодаря чему? Благодаря тому, что мама с папой 24 часа, в принципе, могут посвящать себя процессу воспитания детей. Согласны? И людей тоже. Да. Вот, поэтому я и написала, что бизнес — это не работа, а образ сетей жизни. Мне еще, знаете, тоже такая отвлеченная тема, 1 числа каждого месяца, мы еще так спим, потому что ложимся поздно, да, до 2 часов ночи у нас, получается, по-аренбургски мы месяц закрываем, и первый вопрос детей, знаете, какой? Что, сапфиры закрыли? Это на самом деле так, и когда мы говорим, да, сапфиры закрыли, он, ну все, теперь надо изумруда. И как после этого мы можем не сделать изумруда? И давайте к конкретике, да. Вот у меня есть инструмент, о котором я уже сказала, работает на 200%. Сейчас я прям достану, чтобы вас не обманывать. В моей дамской сумочке всегда лежат мои визитки и флакон 104. Вот, видите, он практически уже пустой, хотя 104 аромат — это не мой аромат, которым я пользуюсь, но он меня привел к успеху. Почему? Всегда, когда я что-то покупаю, либо там оплачиваю какие-то услуги, либо пришла к врачу с детьми, на теннис позвала или еще куда-то, всегда у меня в сумке визитка. Для чего? Люди любят всегда, когда им говорят слова благодарности. Кто любит, когда говорят слова благодарности? Все. Комплименты любите? Да. Любите. Даже если вы просто скажете, что даже далеко ходить не будем. Вчера мы ездили в торговый центр покупать детям подарки, покупали обувь детскую. И вот, знаете, женщина, ее звали Айгерин, она настолько душой подошла к нашей, скажем так, проблеме, к выбору обуви, которая нужна была ребенку, я ей просто искренне сказала, знаете, с вами так приятно было общаться, вы мне так помогли, а можно я вам тоже сделаю подарок? Вот, если вы так человеку скажете, он скажет вам, нет? Нет. Не скажет, скажет, ну да, конечно. И здесь я говорю, либо вы деньги любите, либо духи любите, неважно, что вы скажете. Я говорю, я вам сейчас подарю ароматизатор денег, деньги любите? Да, конечно, кто же их не любит. При ней я прям достаю флакончик, брызгаю и говорю, запишите эту фразу, возможно, она станет вашей ключевой в работе. Я говорю, положите эту визитку в кошелечек, ваши купюрки будут удваиваться. Если через пару дней визитка перестанет пахнуть, вы просто достанете из кошелька, выкиньте и вообще про меня забудьте, никогда не вспоминайте. Но, если она будет пахнуть, и вам еще, к тому же, этот аромат покажется приятным, и вы захотите узнать, чем я занимаюсь, у меня, кстати, свой ароматный бизнес. Вы любите духи? Как правило, люди опять же говорят, да? Я говорю, вот здесь мои контакты, буду рада с вами пообщаться. Если я вижу, что человек вступает со мной в диалог, я, конечно же, сразу беру контакт и записываю в базу контактов. Если человек, ну, закрытый, бывают такие, вы знаете, люди, как ежики, да, это нормально, потому что никто не должен прям сразу сказать, о, ароматный, да, 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 хочу. Не будет такого, да? Но как это работает? Вот я лучше раздам 20 таких визиток, чем, например, 20 буклетов. Почему? Во-первых, все в течение дня открывают кошелек. Сколько раз? Да? Неограниченное количество раз. И когда они открывают кошелек, раз, аромат. Раз, аромат. А почему я использую именно 104 аромат? Это аромат шлейфовый и шлейф, который, ну, в 90% случаев нравится людям, да? Потому что у нас есть, конечно, и другие шлейфовые хорошие ароматы, но они бывают, вот, отторгают, да? Вот если мне не нравятся сладкие ароматы, к примеру, ну, он меня будет раздражать. И вы только негативную реакцию получите от этой визитки. 104 аромат, проверено на собственном опыте, работает на 100%. Вот. А кто-то говорит, что духи не пахнут. Можно, тебе можно. Положи в кошелек. Денежки удвоятся. И вы знаете, это на самом деле работает. Люди... И смотрите, когда я говорю фразу, что через два дня, если не будет пахнуть, выкинет, я-то знаю, что она будет пахнуть две недели и месяц. И на самом деле есть такие случаи, когда человек звонит, там, через две недели меня встречает и говорит, слушай, а твоя визитка-то пахнет. А что-то у нас еще что-то есть. Я говорю, да. И иду уже с папочкой подбираю аромат. И таким образом вот так это работает. Скажите, вот то, что я вам сейчас рассказала, это сложно, в принципе, повторить? Абсолютно нет. То есть это нужно просто делать. Вот просто взять и делать. И эти действия, они перерастут в привычку. И сегодня, вот говорю, когда мы даже выбираем выходной, мне не получается нигде не раздать визитки. Я просто этого уже не умею делать. Соответственно, также... Ну, у меня работает хорошо ароматизатор денег. У кого-то визитка. Следующий мой секрет, который тоже работает на 100%, это анкета. Анкета – это хороший способ просто пойти и сделать там, допустим, пообещать своему спонсору, что я сделаю 20 анкет. То есть отнеситесь к этому как к работе. Но какие плюсы в анкете? Если вам, допустим, в каком-то другом инструменте нужно что-то там придумать, творчески как-то подойти, здесь уже все продумано. Анкету я, знаете, где взяла? В личном кабинете. Да, у нас есть прекрасные инструменты, о которых мы просто иногда забываем, что они есть. Да, и давайте все дружно поаплодируем нашему директору по маркетингу, который просто облегчает нашу жизнь. Спасибо, Александра. Но эту анкетку я просто привела, скажем, в такой... Удобный вид. Да, забыла слово. В общем, сделала из нее блокнотик. Почему? Потому что когда мы подходим просто с листочком, это выглядит немножко непрофессионально. Люди же оценивают нас всегда, да? А потом, когда мы один листочек, второй, третий, четвертый, они мнутся, где-то теряются. И также может потеряться ваш контакт. Но когда вы подходите вот с таким блокнотиком красивым, да, у вас уже есть готовка. Например, можно подойти и сказать вам, здравствуйте, можно ли я вас на минуточку отвлеку? И просто улыбнуться. Как правило, человек не скажет, нет, нельзя, да? Или я обычно говорю, можно вас попросить о помощи? Вот на помощь никто никогда не отказывает. Ну, может быть, единица, да? Вот. И я говорю, что здравствуйте, меня зовут Олесия, я развиваю новую кофемерную бренду, кстати. Вы духи любите? Опять же, да? То есть, да, человек любит, что любит, пользуется. И здесь уже есть готовка. Вот вам здесь ничего не нужно выдумывать. Каждая анкета занимает буквально 3-5 минут, поэтому заполнить 20 таких анкет не составляет вообще никакого труда. Вот час времени. Час времени. Кто готов выделить для своего успеха? О, почти все, молодцы. И здесь есть такой вопрос, что хотели бы вы познакомиться с другими ароматами из коллекции парфюма компании Armel. Если человек говорит, да, все, это сигнал, вы берете контакт и говорите, слушайте, сейчас мне вообще прям некогда, я вот иду там за ребенком, не надо говорить, что там, навстречу или еще что-то. Давайте с вами просто обменяемся контактами. И когда у меня будет мероприятие именно по подбору ароматов, я вас приглашу. Вы обмениваетесь контактами. Бывает такое, что человек говорит, нет, я вам телефон не дам, давайте свой, как вариант. Знаете, что я тогда предлагаю? Говорю, а вы есть в какой-нибудь социальной сети? Как правило, люди говорят, да, я в контакте, меня зовут там, Даша Петрова. Все, это тоже повод, даже если сегодня она не проявила интерес, она вам сказала нет, она начинает за вами следить. И здесь уже другая тема, когда вам расскажут, как правильно вести социальные страницы, как правильно делать диалоги, но тем не менее за вами начинают следить. И в любом случае это проделанная работа, которая может привести вас к хорошему результату. Следующий момент – это промо-тест. Промо-тест – это тоже очень хорошая штука. Опять же, спасибо, Александр Шудегов. Та же самая идея, только когда вы не с анкетой ходите, а анкетируете, да? Духи классно? Да. Понравилась идея? Да. Про рекомендации сказала. Еще один момент – это сертификаты. Это тоже работает, это тоже легко, это несложно сделать. Сертификаты я рекомендую использовать. Вот как раз таки Володя сказал, что я люблю мастеров менять. Не случайно я это делаю. То есть в момент, пока там девочка работает, я ей говорю идею, да? То есть я говорю, ты только представь, что каждая, которая к тебе приходит, она берет где-то духи. Ты согласна? Да. А представляешь, если бы была бы это ты? И просто предлагаю ей схему, да? Ты можешь делать вот такие-то сертификаты. Тебе это не будет стоить ничего, но ты просто попробуешь. Не обязательно делать сертификат на какую-то там денежную сумму, да? Или на подарок. Нужно разумно в бизнес вкладывать. Но можно дорого продать этот сертификат и, например, пригласить на настоящий профессиональный аромоподбор. Согласны, что это классно? То есть предложить, например, эксклюзивную акцию от салона там такого-то, такого-то, только у нас. У нас каждая клиентка получает сертификат на вот такую классную, на такой классный аромоподбор. Согласны, что это хорошая идея? Это опять же трафик, да? Сегодня многие лидеры говорят о том, что наш бизнес статистик. Мы работаем методом перебора. Ты нет следующей, ты нет следующей. И из 400 человек, да, вспоминайте эту цифру, что обязательно 20% людей... Даже знаете, есть какая статистика? Вот она у меня работает. Вот по статистике, если 100 раз брызнуть вот этим ароматом, вот не надо больше никакой мить. Только вот это. 100 раз брызнули, 20 человек захотят купить именно этот аромат. Здорово? Поэтому, когда я запускаю партнера и говорю ему про акцию новичка, я говорю, возьми в подарок 104 аромат и пусти его в работу. Сегодняшний день вы получите продажу 104 аромата. Да, то есть в 100 раз брызнул, 20 флаконов получил. Классно же, классно. Так, двигаемся дальше. Как заговорить? Не заговорить, но как заговорить с человеком? Самое простое, человек никогда не откажет вам в помощи. У нас, знаете, тоже есть такой семейный прикол, мы садимся в самолет, например, летели мы в Астану. Я сажусь и говорю, скажите, пожалуйста, а вы тоже в Астану летите? Человек скажет, что да, но мы получаем уже да. То есть мы уже человека к себе расположили, да? А ваш самолет тоже в Астану летите? Тоже есть такое у нас правило, получить 3да, да, и человек будет твоим клиентом. Вот, поэтому можно элементарно спросить, я не знаю, как пройти в магазин, вот даже если вы видите, что он напротив, но вот спросите. Люди всегда хотят быть полезными. Когда, например, я провожу встречи, человек говорит, ой, нет, ты знаешь, это для меня я вообще не умею продавать. Я говорю, не умеешь продавать, да вообще не вопрос, не надо. А чем ты занимаешься? Он говорит, ну, я там окна пластиковые продаю. Говорю, слушай, здорово, а мы как раз квартиру купили в бизнесе, забор, нам как раз нужно ремонт делать. Позоветуй, пожалуйста, такие окна лучше поставить. И прямо минут на 10-15 мне лекция про окна. Я говорю, слушай, только что мне продал окна, а говори, что ты не умеешь продавать. Да, то есть когда человек в чем-то силен, он об этом может говорить долго. И на встречах я очень люблю задавать вопрос, ты сам чем занимаешься, ты сам чем занимаешься. Человек рассказал, все уже понятно, да, что он в принципе может и в нашем бизнесе, да, это сделать. Также комплимент. Мы с вами выяснили, что комплименты любят все. Если вам такое задание в перерыве, делайте комплимент пяти человекам в зале. Сможете? Да. Вы мне обещаете, что это каждый сделает? Да. Отлично. И после сегодняшнего дня вы просто поймете, что это несложно. Но комплимент должен быть искренний. Вот уже Дима начал делать. Лидер является примером, да. Также можно спросить рекомендацию, да. Быть проводником, то есть поучаствовать в проблеме человека. Если вас там что-то спросили, я не знаю, как пройти там куда-то, да, но проведите немножко человек, это всегда есть повод заговорить. Вот опять же сегодня для нас нет проблемы заговорить нигде. Перед объездом буквально заезжала на почту, мне нужно было там отправить какие-то документы. И коснулось того, что не пишет ручка на почте. Знаете, к чему привел этот разговор? Что человека пригласила на презентацию духов. Потому что она начала с негатива. Вот, я тут за 10 тысяч работаю, мне из чего тут ручки... То есть вот прям негатив, негатив, негатив. Я говорю, ну вы же сами выбрали, да. То есть я как бы так спокойно, монотонно, вы же сами выбрали. И для себя такая думаю, ага, человек в принципе недоволен своей зарплатой. Я что сделала? Я спросила, говорю, а как вас зовут? Ну, там, не помню, как сказала Екатерина, там, какая-то... Я говорю, знаете что? Вот я вам подарю свою визитку. Если вы захотите что-то поменять в жизни, наберите мне, я вам расскажу как. И вижу интерес. Я говорю, у меня свой ароматный бизнес, она... О, это же надо ходить с духами, продавать. Я говорю, ну да, видите, я сейчас к вам с сумками зашла, у меня прям плечи отвисают. Я говорю, приходите, если захотите. Все, больше ничего не сказала. Потому что с такими людьми, когда вы начинаете их уговаривать, да нет, это не то, они еще больше рога включают, и говорят, я сейчас тебе докажу, что это то, да. Вот, поэтому придайте значимость и просто тихо уйдите, дайте человеку подумать. Допустим, у вас завязался разговор, да, и дальше нужно этого человека как-то вовлечь разговор. И здесь нужно уметь правильно себя презентовать. Первое, с чего нужно начать, это определиться вообще, зачем вам это нужно. Потому что, может быть, есть люди, которым, ну, в принципе, это не надо, да. Если говорить, допустим, про бизнес, это может быть какая-то другая сфера, да. То есть определяем цель. Что я хочу от людей, какие мне люди нужны. Вот это, кстати, очень классный момент, и один из пунктов, почему я выбрала сетевой маркетинг, потому что я сама выбираю людей, с кем я хочу работать. Если мы работаем по нам, мы приходим в коллектив, и мы обязаны улыбаться тому, кому мы не хотим, да. Здесь мы выбираем сами. Если мне человек не понравился, я к нему не подойду и не подарю ему ароматизатор денег. Я сама выбираю тех людей, с кем я хочу общаться. Классно же? Да. Кем я хочу выглядеть в глазах людей? Вот это очень важный пункт. На самом деле, очень многие начинают разговор о бизнесе, когда сами себя этому образу вообще не подходят, не олицетворяют. Помните о том, вот кем вы хотите выглядеть? Если вы хотите в лице собеседника выглядеть, например, хорошей мамой, хорошей женой, да, вы можете там, не знаю, без макияжа, с хвостиком, может быть, даже в фартуке кому-то что-то рассказать, порекомендовать, да. Но если мы говорим о бизнесе, о компании Армель, помните о том, что мы с вами лицо компании Армель. По нас с вами судят, что такое компания сегодня, да. Поэтому, когда мы подходим к человеку и рассказываем ему про ароматы, нельзя быть стопроцентно в себе уверенной. Вы, ну, поняли, да, о чем я говорю, да, это и внутренняя, это одежда, это макияж, это руки. Вот, поэтому помните о том, кем вы хотите выглядеть в глазах людей. Если вы говорите о больших деньгах, а сами, например, не знаю, колготки у вас зашиты, вам человек не поверит, да. С этим, я думаю, понятно. Уникальность. Вы должны понимать, что вы на рынке сегодня несете уникальное предложение. Вот я когда готовилась, я много чего хотела сказать в этом пункте, но после тех спикеров, которые выступали, после Вячеслава, после Александра, я думаю, что нет вопроса в том, что компания Армель, она уникальная. Нету никого вопросов? Или надо пояснить? Нет? Да, спасибо. Уникальность еще, знаете, вот каждый человек, он уникален, у него своя изюминка. У нас, например, есть в команде люди, которые продают там по 40 флаконов, они рассказывают, вот у нас есть аромоволшебница, альбин и гист, наверное, тоже видите ее ролики. Ее фишка в том, что она делает аромоподбор, она очень хорошо чувствует людей, она попадает в точку, правильно подбирает аромат, и она говорит, я вам еще подарю свои предсказания. То есть она что-то предсказывает. Продажа аромата – это история. И у нее в этой копилке уже столько много историй, когда ароматы помогали выйти замуж или купить квартиру. Ну, представьте, если она клиентке, это бывает, а у меня есть уже там две девочки, которые с помощью там 102 аромата Амур-Амур вышли замуж, а ты так хочешь, она там, а вдруг это работает. То есть, может быть, она не верит, а может быть, это и работает, но знает, и она обязательно попробует. То есть не думайте, что вы вот так не сможете, я тоже не смогу, как Альбина, я так и рассказываю, но это не мешает мне сегодня развиваться в компании и зарабатывать деньги. У меня другая тактика, да? То есть найдите свою уникальность и просто ее развивайте. Следующий пункт – это польза. Вот вообще работа по соцсетям – это не моя сегодняшняя тема, но я тут просто прям чуть-чуть вот забегаю вперед, потому что много об этом говорили, да? У меня есть свой канал, все вы его знаете, да? Вот я вам просто расскажу, с чего начиналось. Сегодня, когда я зашла в зал, меня встретила вот одна дочь человека из Таджикистана, говорит, Алиса Слезнева, я смотрю ваше видео, то есть меня смотрят там в Казахстане, в Таджикистане. А начиналось с того, что я просто поделилась с людьми, чем? Допустим, что я взяла аромовизитницу, пошла в торговый центр, протестировала и была в шоке, да, что людям, например, из 20 человеком 17 проявили интерес. Я что делала? Я просто поделилась с людьми, а кому-то эта информация стала полезна. И сегодня я получаю просто громадное количество смс-сообщений, что, Алиса, спасибо, я посмотрела ваши ролики, и после этого там начала бизнес активно строить, или там начала записывать свои видео, это же классно. То есть я безумно рада, если мои ролики кому-то помогают. Вот, соответственно, начните просто быть полезными. Просто вот подарите это бескорыстно. Знаете, сейчас очень много тем для моих видео подкидывают мне клиенты, подкидывают те, кто там злорадствует, постоянно там в духе Армель. Знаете, как говорили, он вообще селезнево опустилась после Мэри Критти, компании в Армель, дешевка, поделка. Говорю, да, пожалуйста. Я записала ролик, что духи Армель – это дешевая поделка известных брендов. Просмотры ды-ды-дыщ! То есть, понятное дело, что я там не говорила, что это поделка, да, но я людям открыла вторую сторону медали. Да, многие считают, что это поделка, а я объяснила, что Армель – это собственный бренд, да, что это большая торговая марка, тра-та-та-та-та-та-та-та. И человек смотрит и говорит, а правда? А мне там Глаша за углом сказала, что вообще-то ужас, и добавь все лезнево в черный список. Ну, так пойти к ней оформиться. Классно же? Классно. Поэтому вот те возражения, когда вам люди возражают, они вам сами подкидывают идеи для того, чтобы вы были успешными в этом бизнесе. Вы просто на эти темы пишите видео, затрагивайте там прямые эфиры, и все будет классно. Очень важно тот посыл, да, который вы несете. Но я уверена в одном, друзья. Все те, кто сегодня был на мероприятии, все те, кто будет на следующих мероприятиях, кто посетит премиум, у вас появится та убежденность, та энергия, которая не позволит вам уйти с этой дороги. Потому что не секрет, когда вы вернетесь в свои города, вам скажут, что, Армель, куда полезно? Да у тебя ничего не получится. Вот это нытье, нытье, оно будет постоянно. Но у вас на какой-то промежуток времени есть вот эта вот энергия, вот этот вот посыл, что да получится. У нас вот тебе получится. И вы с этим живете. Наш бизнес делается от события к событию. От события к событию. Мой секрет заключается в том, что я не пропустила ни одного события компании. Ни одного. И я оформляю с какого? 6 октября. 5 октября. И буквально за неделю до премиума, почему-то вот мне никто не говорил, я узнала, что 22 октября 2016 год будет премиум. Что делать? Денег нету. Вообще ехать, не ехать. И мне тогда вот спасибо большое Володе. Он сказал, если хочешь забраться, езжай. У меня было большое количество сомнений. Я больше того скажу, что у меня был огромный негатив. Мне когда вообще сказали про Армель, я полгода вообще не хотела слышать. Я сейчас очень извиняюсь перед своим таким поведением. Но это нормально, это каждый из нас. А он сначала вот ослика включает. Но когда я сидела на галерке, высоко-высоко-высоко, и Вячеслав приветствовал 6%-ников, и я такая встала, мне так было приятно. Он говорил, вы особенные люди, вообще классные. Я просто увидела Вячеслава еще там далеко. Я услышала, что он говорит, и мне понравилась эта идея. Те ценности, которые он нес. И когда я уже приехала, я сказала, я буду делать этот бизнес. Через, по-моему, не помню, сколько времени прошло, в декабре, на открытие Казахстана, я уже с Вячеславом сидела вот так, друг напротив друга. Мы общались, и как вы думаете, да, моя убежденность в компании, моя вера этой семье, да, компании, уже с Александрой я ближе познакомилась. То есть я уже понимала, что все, я здесь двумя ногами. Вот назад пути нет. Вот эту убежденность мы получаем от события к событию. Вот, поэтому это вам поможет. Даже вот сегодня, когда вы получите вот эту веру, убежденность, завтра вам будет легче пойти и сделать, например, 20 холодных контактов. Кто пойдет? Класс! Класс, молодцы! Интрига, тоже момент, который должен присутствовать. Вот этот пункт мне очень помогает в общении с людьми, которые развиваются в других сетевых компаниях, либо у них был опыт, да. Могу сказать по себе, что на первые такие вот встречи, общения, меня просто трясло. Володя не даст соврать, он меня буквально выпинывал в скайп, говорить с теми людьми, которые по 20 лет в бизнесе. Я говорю, Володь, ну что я им скажу? У меня двое детей, я только начала. Что мне это дало, да? Мне это дало опыт общения с людьми. Я слышала их аргументы, слышала их возражения, да, допустим, что, ну кто что говорил там, наша компания стабильна, она давно на рынке, а вы вот молодые, не знаю что. Да, но я получала опыт, да, в нашем деле не бывает плохой или хорошей встрече, есть встреча непроведенная. И, соответственно, мне давала эту уверенность, и когда, например, прошел месяц в бизнесе, а еще лучше два, вы знаете, я общалась с любым сетевиком очень легко. Мой козырь был, знаете, какой, что я новичок в бизнесе, я открыта к общению, давайте, пожалуйста, пообщаемся. Но когда, человек же всегда рассказывает о себе с большим удовольствием, он говорит, сейчас я ее, какая-то блуденькая девочка, год всего в компании, сейчас я ее себе переманю. Но когда я перевожу на факты и цифры, я говорю, вы сколько лет в бизнесе? Он говорит, я там 10 лет. А какой у вас доход, какая у вас структура? Ну, я вышла там на 40 тысяч стабильно. Я говорю, да, почему так мало? А я только год, у меня на второй месяц чек составил 69 тысяч, может, вы не в том бизнесе, может, давайте я вам расскажу. Кто-то, в любом случае, конечно, люди, которые имеют опыт в другой сетевой компании, они вот сразу не побегут к вам, но они начнут за вами наблюдать. И когда прошел год, появилась там и автопрограмма, и результат, и статус, как вы думаете, эти люди приходят в бизнес? Да. Приходят еще как? Буквально сейчас я сидела, когда выступал Володя, у меня пропекало смс, к Олеся, добрый день, посмотрела ваше видео, хотелось бы поподробнее узнать о компании «Армэй». Вот так это работает. То есть в этом деле, в общении, да, с людьми, которые имеют опыт, прям факты, цифры, сколько времени, на какой доход вышли, сколько зарабатываете, сколько на рынке и так далее, какой у вас оборот, и всегда попросите показать кабинет, потому что очень многие еще любят сочинять. Вот. Ответьте сегодня себе, тоже вам такое маленькое задание, «Зачем я здесь?» Начните уже сегодня здесь практиковаться, да, в нетворкинге. Познакомьтесь, допустим, с 10 людьми, которых вы до сегодняшнего момента не знали, и спросите «А ты почему приехала на мероприятие?» «А ты откуда?» «Расскажите, для чего вы приехали?» Кто-то наверняка сейчас думает, ну вообще какие-то глупости говорит, зачем мне знакомиться, она уже партнер, да, что, ну, какой у меня вообще смысл? Есть такие, кто так подумал, только давайте тоже честно. Да. Есть такие. Спасибо вам за честность. Смотрите, нужно немножечко смотреть дальше. Что нам дают такие события? На событиях мы еще знакомимся с людьми, да, неважно, это лидер или это человек, который там только-только начинает бизнес, он еще 3-6 процентов. Сегодня вы с ним познакомились и уехали к себе, а завтра вы познакомились с человеком в соцсети, а он, например, из города Оренбург, а вы знаете меня. И вы пишете, говорите, «Олеся, а можно к вам направить вот такого-то человека? Ей нужно просто продегустировать аромат и дать первую информацию». Как думаете, я вообще дам информацию? Конечно. И самый важный момент, я буду знать, что этот человек от вас. И я ему уже скажу, что если вас заинтересовало, обязательно обратитесь к… Как его зовут? Камшат. Как? Камшат. Камшат? Камшат. Камшат. Обратитесь к Камшат, она вам поможет дальше. Понимаете, мы будем соблюдать этику. Это тоже очень важно. Сегодня помогли вы, завтра помогут вам. И вот так вот события работают на ваш бизнес. Ловили смысл? Познакомиться с десятью человеками, обменяться контактами, задружиться. Хорошо? И буду закругляться. Что же приведет вас к успеху? Да? Это, конечно же, те действия. То есть каждый человек, он готов заплатить определенную цену. Вот вы приехали на событие, вы заплатили цену. Вы проделали какую-то работу, вы заплатили цену. Вы не пошли в кино, а провели десять встреч, вы заплатили цену. И опыт – это самая большая цена, которую вы можете приобрести. Не бывает хороших или плохих встреч, не бывает хорошего или плохого. Я даже вот те встречи, которые проходят, скажем так, негативно, я их больше люблю. Почему? Потому что они мне дают опыт, да? Я слушаю, как человек возражает, что он говорит. И даже если я не нашла слов, бывает такое, особенно кто начинает, но растерялся, не смог ответить. Но мы всегда можем с вами проанализировать встречу. И в следующий раз, когда вам поступит такое же возражение, а они буквально одинаковые, да? Вы уже сможете дать правильный аргументированный ответ. И это приведет уже вас к успеху. И когда мы с вами начинали, да, вторую часть нашего обучения, мы спели очень классную тему. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Вот это и есть, друзья, на Творкинг. Будьте счастливы и делитесь этим счастьем с другими. Прижимай счастье! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.